В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Я очень рад вновь приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня вы услышите новый опыт о том, как Бог проявляет себя в жизни тех, кто Ему доверяет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно из наших видео. А сейчас я приглашаю вас обратиться к нашему Небесному Отцу в молитве. Боже наш, мы благодарны за то, что сегодня у нас вновь есть возможность поговорить о тех чудесах, которые Ты совершаешь в жизни людей, которые всю надежду возлагают на Тебя. Мы просим Духом Святым, будь с нами. Пусть эта программа будет благословением для многих. А Тебе вновь и вновь приносит честь, славу и благодарение. Молитва нашего имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, напоминаю, вы можете писать ваши молитвенные просьбы в строке комментариев или в чате эфира. И мы обязательно будем молиться о всех просьбах в течение недели, а также представим их к следующей программе. Кроме этого, вы можете пересылать молитвенные просьбы смс-сообщением на номер 916-827-8540. Также мы будем очень рады услышать о том, как Бог проявил себя в вашей жизни. Для подачи заявки на участие в программе пишите или звоните нам по номеру 916-254-8182. Уже скоро у вас будет возможность стать гостем программы «Молитва, передвигающая горы» в режиме онлайн. Это еще одна возможность для всех желающих из разных уголков нашего мира поделиться молитвенным опытом с другими. Чтобы подать заявку и стать гостем программы в онлайн-режиме, пишите об этом в строке комментариев или звоните через телеграмм на номер 916-254-8182. Ну а сейчас я хочу представить вам гостя нашей студии. Это Василий Субара, с которым мы встречались уже в прошлой программе. Добрый вечер, Вася. Добрый вечер. Ты снова в нашей студии и мы очень рады, что у нас есть возможность услышать о том, как Бог проявлял себя в твоей жизни и в других обстоятельствах. Поэтому мы уже в предвкушении того, что же будут сегодня за опыты. Но вначале хочу задать несколько вопросов. Я знаю, что эти опыты, они связаны с твоим служением. Несколько слов расскажи, что это было за служение? Это было, мы были в Почаеве, мы занимались там не просто литературным евангелизмом, мы ходили с уроками к людям. То есть вы предлагали людям изучать Библию? Да. И я из дома в дом? Да, и это был не просто одноразовый там урок. Мы сначала приходили к людям, представлялись, кто мы, и предлагали изучать Библию, как бы 10 уроков проходить по Библии. И те, кто соглашались, мы назначали встречу и приходили в другой раз. Но Библия у нас была купленная у Почаевской лаврии, это было в Почаеве. И люди это видели, как бы это располагало, потому что Библия одна, по большому счету. Обложки только разные. Обложки разные, да. Некоторые есть изменения, но там была такая же Библия, потому что они привыкли к той Библии, которую они видят в своей лавре, в этом храме своем, который они посещают. Вот мы тоже решили пойти, купить, и вот такое было у нас служение. До этого я занимался литературным евангелизмом с лет 13. Мы были в служении еще, ну, с подросткового возраста. То есть вы ездили по разным селам, городам и продавали книги? Мы объездили практически всю Украину за 8 лет. 8 лет это было у меня такого непрерывного служения. Но там все лето в служении, зимой были выезды, да, на 2-3 недели. То есть у нас всегда было в течение года выезды, несколько выездов было. И даже когда их не было, мы тогда проходили свои села, свои территории. Ага, там, где вы жили, вокруг вас. Да, где мы жили, Закарпаттия. Слава богу, слава богу. Мне это понравилось. Хорошо, но что же это было за опыт? Вот, потом мы переехали по Чаеву. Это мы сначала учились в школе, она отсюда. Была она всего 3-4 раза в Украине. И на тот раз она была в Тернополь. Мы там прошли ее. И после этой школы нас направляли на служение. А, то есть это не просто был литературный евангелизм, а как я сказал вначале, вы тут уже занимались людьми по изучению Библии. Да, нас подготавливали к этому. И это было очень интересно, потому что до этого мы просто ходили с книгами. Но тут мы научились работать с людьми, как бы один на один проводить уроки, общаться. Мы сначала, перед тем, как идти к людям, у нас была такая программа, это то, что мы со школы научились. Сначала мы шли просто по этой территории, и мы молились за людей. Мы молились 7 дней. Это называлось молитвенная прогулка. В это время мы не могли общаться на какие-то такие разговоры про машину, работу, что-то еще. Наша задача была молиться за людей, к которым мы будем идти потом. Мы просто ходили вокруг домов, возле подъезда. Это были этажки, да, где жили люди. И мы молились за них. Мы просто просили Бога, что мы придем скоро сюда, иди, подготовь этих людей к тому, что мы придем. Вот, но мое служение началось, как я уже сказал, с 13 лет, и первый опыт, который будет связан с этим, он как раз таки начался тогда, когда началось и служение. Вот, потом мы уже перейдем к Пачаеву. Давай. Да. Был я дома, значит, это у нас большой дом, последняя комната была моей. Чтобы зайти в мою комнату, нужно пройти через 4 комнаты. И я лег спать уже. Это, я был уставший, что-то сильно, еще не сильно темно было, но под вечер. Я лег спать, и я слышу, как кто-то заходит в дом, и я слышу разные голоса. Разные голоса были, женские голоса, очень много, и они смеялись надо мной, очень такие страшные, ехидно так смеялись. А почему ты понял, что над тобой, если это было где-то еще в других комнатах? Я это чувствовал. Я чувствовал страх такой, я чувствовал такое сильное, я чувствовал какую-то угрозу, что кто-то идет ко мне и надо мной смеется. И я, самое страшное, что когда я хотел выйти, во-первых, я выйти, если бы я мог только навстречу, потому что выхода в другую сторону нету, это последняя комната в доме. И если бы я и хотел выйти, то я не мог пошевелиться. Я почувствовал, что меня кто-то приезжал к кровати и не отпускает. Я чувствую, что вот эти голоса, они наближаются и смеются очень сильно. Так страшно очень, и это чувствовалось. Потом они заходят в мою комнату, и я чувствую, что надо мной, я хочу встать, я не могу. Я чувствую, что меня еще сильнее что-то придавило. Если бы у меня был листок бумаги, это как будто бы взял и сжматал просто. Да, так было со мной. Я это почувствовал, что со мной просто что-то происходит. Я поворачиваюсь на другую сторону, я вижу черного ангела, который стоит возле меня и так надо мной. Я эти голоса еще слышу. То есть ты слышишь голоса, но видишь только этого ангела. Да, я вижу этого одного ангела, который я повернулся. И после этого состояния я думал, что я не знал, как я выгляжу, потому что я прочувствовал, что меня просто взяли и так скомкали просто. Я не мог не встать, ничего не мог с собой сделать. Я просто помолился, говорю, Боже, спаси меня, и это отпустило. И после этого, это очень страшно было так. Но это так началось мое служение, скажем так. Это было перед тем, как я решил пойти на служение, пойти с книгами. Это я еще в подростковом возрасте, скажем так, 13 лет мне было. И я понял, что будет нелегко. Я понял, что если я иду на служение, то дьявол точно будет мешать. Ты осознавал, что это все связано с твоим служением, с твоим желанием пойти на служение. Конечно, потому что я на то время, я уже принял крещение, я рано принял крещение. У меня всегда были хорошие отношения с Богом. Я этим жил, и я хотел служить Богу. И когда я решился уже на этот шаг, то начались такие препятствия. И они шли потом в течение всего служения. И вот, мы ходили с книгами, было очень много опыта, очень много с Богом. И мы уже прошли годы служения этого, и под конец мы пошли вот в эту школу, Авко. И после нее мы уже пошли на служение такое. Мы имели церковь там, там никого не было, членов церкви не было наших, не было пастора. Это было по чаю, заброшенное такое место, где уже хотели продать эту церковь. Ну и решили направить нас туда. То есть было помещение, но никто не приходил в эту церковь? Да, никто не приходил. Оно было там два года уже пустым, заросшее уже все, кругом даже никто не ухаживал за этим. Они как-то даже думали это уже продать, потому что, ну никого нету там, как бы смысла нет. Территория очень сложная для миссионерского служения. Его убили, его забальзамировали, считают, что это святой, потому что он умер мученической смертью. И это было при нас, и все, и муж уже поклоняется, вот такое там состояние. И даже было такое, что когда мы уже ходили с людьми, работали, то когда нас нашли, скажем так, увидели, заметили, то распечатали наши фотографии. Я был там со своим напарником, его тоже Василий звали, и повешили на столбу и написали, что это опасная секта, если увидите, сообщите. Вот это было под конец уже настолько там серьезно. В этом там были, смешной случай был, свидетели Йогова, они там приходили, и один дом был, двери не было, но был шторка. Они постучали так в сторону, в стенку, но оттуда никто не вышел, просто вышли руки и забрали человека, приезжали к земле, взяли нож и сказали, еще раз придешь сюда, то жив не останешься. И после этого они уже там не ходили с книгами. И нам таких историй много рассказали до того, как мы туда пришли, вот, но когда мы уже пришли, то у нас были уже свои личные опыты, на чем мы убедились. То есть Вы не боялись идти в этих месяц? Мы не боялись. Я лично не боялся, потому что я знал, что я уже пережил тот опыт, и я уже имел очень много опытов с Богом. Я знал, что Бог сильнее, я знал, что сатана, он будет мешать, но я знал, что Бог впереди нас, и я все равно, это не моя работа, я все равно ничего не могу сам сделать. Ну, я как просто инструмент в руках Божьих, он меня использует, а уже там, как Бог сделает, так и будет. Так и будет. Это же он делает, он мог бы и без нас все сделать, просто он хочет нас использовать для того, чтобы мы его лучше узнали, для того, чтобы, да, ну, лучше узнали его. Поэтому, когда мы пришли туда, мы приехали на это служение, первые две недели мы готовили дом, участок, дом, потому что все было заросшее, и хотели привести это... Порядок. Порядок, перед тем, как людей приглашать, чтобы они видели, что тут, как бы, порядок. Вот, и первый день мы пришли, заехали, разложили свои вещи, еще там, ну, немножко успели привести дом, внутри порядок, где спать будем. И уже вечер стемнело, мы помолились и пошли спать. Не успели уснуть, как слышим, кто-то ходит на... по потолку. На чердаке. Да, на чердаке, спасибо. Кто-то ходит на чердаке и ходит так сильно, не просто нам слышится, и это не мне одному слышится такое, а и моему напарнику. Он прибежал ко мне, говорит, ты слышал, что кто-то пришел? А вы в разных комнатах были? Мы в разных комнатах были, свои комнаты отдельные, да. Мы спали в разных комнатах, моя была последняя комната, а его прохожая комната. Кстати, я еще расскажу в конце опыт с этим связанный. Вот, и мы пошли спать, и мы слышим, что кто-то ходит очень сильно, прям трясется потолок. Я говорю, да, я тоже слышал. И думаем, ну, может, нам послышалось. Пошли, помолились, пошли спать дальше. И слышим снова, кто-то пробежался от одного края дома к другому. Просто через весь дом кто-то пробежался через... Это церковь, помещение церкви, ну, и несколько комнат. Мы жили в двух комнатах, и через всю церковь по чердаке кто-то пробежался. Мы такие, нам страшно стало. И Вася говорит, давай пойдем посмотрим, потому что это уже 10 минут прошло, как кто-то бегает. Это нам уже точно не слышится, это уже мы сидим, а кто-то бегает, не просто спим. И мы, он взял такую палку большую, я взял еще что-то. Ну, мы только приехали. Первый день, мало ли, может, кто-то там поселился. Ну, да, да, за это время церковь пустовала. Два года никого там не было, никто не приходил, за порядком не смотрел, мало ли, кто знает, что там. Мы открыли палкой этот чердак. И так, ну, сначала не пошли туда. Там темно, света не было там. И потихоньку поднимались наверх, взяли фонарик, посветили кругом, никого нету. Потом мы осмелились, вышли, прошлись, никого нету. Ну, чисто. Вообще никого не было. И мы спустились, помолились и пошли спать. Так было две недели. И это каждый вечер повторялось? Каждый вечер, каждую ночь, две недели это было. Это уже точно нам не слышалось, это мы точно уже не сомневались. И мы точно знали, что там никого нету. И потом, когда прошло две недели, мы молились всегда. Там, знаете, если нам может казаться, что огрех ли там слушать музыку какую-то, либо играть в игры в телефоне, либо еще что-то, там таких вопросов нету. Когда находишься в таком положении, да, в таком окружении, может сказать, где ты чувствуешь не только Бога, не только спокойствие и мир, а где чувствуешь, что если сатана еще, то вопросов нету, что можно, что нельзя. Ты по-другому там живешь. Поэтому мы с молитвой легли спать и продолжали подготовку этого дома к служению. И когда мы начали уже ходить к людям, мы начали из наших соседей. Вот, первый дом, соседи пришли к ним, набрали орехов. У нас там в огороде росли орехи, мы набрали просто, чтобы их познакомиться ближе, угостить. Вот, там жила бабушка старенькая, лет 80 где-то, сама жила, по-моему. Насколько я помню, она была сама, либо сама жила, либо в тот вечер была сама. Мы разговаривали, и, ну, первый, так, это долго не тянулось. Мы угостили ее, хорошо, заходите, спасибо, что пришли, кто вы. Вот, пару вопросов задала нам, и потом спрашивает, а вы не боитесь спать ночью? У вас все хорошо там? Мы говорим, да, все хорошо, мы не боимся. Точно у вас все хорошо, вам спокойно спится ночью? Мы говорим, да, все хорошо, Бог охраняет. Вот, и мы поняли потом, что, ну, что нам не слышалось ничего. Мы поняли, что она знает об этом, что сатана уже ставит препятствия, чтобы мы, не знаю, издались. Потому что даже перед тем, как мы туда приехали, очень много нам рассказывали, не идите туда, вы этого ничего не знаете, там будет вот это, вот то. Но тогда мы к этому относились так, не так серьезно, мы не знали, как это в реальности. Но когда мы пришли, мы поняли, что мы с этим столкнулись. Потом мы уже начали ходить к людям, дальше мы выбрали, просто поделили территорию, сделали план, как мы будем проходить, взяли с собой Библию ту большую, она была очень большая, такая толстая, большая Библия в рюкзак просто помещалась, ну, авторитетная такая, мы вытаскивали эту Библию на стол, люди сразу, вот, такая Библия, она была самая дорогая, самая большая, мы ее купили. Вот, и когда мы проходили, уже территории встречались разные люди. Встречались разные люди, были, которые ходили в ту лавру, были, которые стали одержимыми в результате того, что они пришли туда. Одна женщина нам сказала, это тоже такой опыт, мы возвращались с урока в 11 вечера, поздно, очень задержались, возвращались домой, и был сильный туман такой. И мы идем домой, Вася меня останавливает, говорит, мне что-то страшно. Говорит, ты ничего не чувствуешь, давай остановимся, помолимся. Говорю, давай помолимся. Мы остановились, помолились и идем дальше. И мы видим, через туман идет женщина, в черном одета, и она идет, вроде бы все хорошо, но потом смотрим, что она то в левую, то в правую сторону ее бросает, просто на сторону. Как будто бы кто-то ей бросает. Не она сама там села на землю, либо легла на землю, нет. Она просто идет, и кто-то ее на землю, то на одну сторону, то на другую, то вперед, то еще куда-то. И она таким образом подходит к нам. Она подходит к нам и встает перед нами, выпрямляется, говорит, ребята, я не знаю, кто вы и откуда вы, но я прошу вас молить из-за меня. Потому что полгода тому я тут набралась нечистой силы. Она так и сказала. Я пережила страшный опыт, и я чувствую, что сатана меня не отпускает. Ну и мы это видели, и мы это ощущали. Мы говорим, хорошо, будем молиться за вас. Потом мы эту женщину долго не видели, мы не могли ее уже найти. Но через полгода где-то мы продолжали посещать семьи, и мы отведали одну семью, где муж был православным священником, и он умер, а его жена осталась живой. И она принимала, там в Почаеве очень распространенно принимать людей, потому что очень много... паломников, да? Да, да, они там приходят, пешком прям приходят туда, чтобы получить исселение, много километров проходят, и там принимают. И они никогда не знают, кто придет, как бы кто будет следующим. Здоровый этот человек, или он одержим. Вот, и сначала все хорошо. Она очень много паломников приняла, и она нам это рассказывала. И мы к ней пришли, и мы там видели ту женщину, которую мы встретили, и она у нее как раз снимала комнату. Мы с ней пообщались, провели урок с ней, потому что в той женщине был сын инвалид, и мы занимались с ним, помогали ему разрабатывать его, ему врач сказал, что ему нужно упражнения делать физические, но он сам не мог, кто-то должен был этим заниматься, помогать ему. И мы как бы помогали, мы не только ходили с уроками, мы помогали людям по-разному. Кому-то там пошли дрова порубали, кому-то еще что-то, помогали по-разному людям, ну и служили. Вот, и тоже так с ними познакомились, подружились, и она была жена православного священника, она нам тоже рассказывала, что, ну, очень много опытов рассказывала, людей разных приходило, и она говорит, что тоже понимала, что не все тут чисто, не все тут гладко, не всегда тут люди получают исцеление. В этой ситуации мы просто поняли, что очень важны личные отношения с Богом, очень важно, потому что мы бессильны сами, когда мы встречаемся лицом к лицу с другой силой, то мы понимаем, что мы сделать ничего не можем. И в заключении я хотел бы еще один опыт рассказать, потому что на самом деле было очень много отзывчивых людей, которые изучали Библию в результате, и доходили до конца. И когда мы открывали Библию, и проходили заповеди уже, закон Божий, то там написано, помни день субботний, и мы рассказывали людям историю, рассказывали, почему люди начали поклоняться Богу в воскресенье, и считают этот день святым. И им глаза открывались. И был такой опыт, одна семья была, там муж и жена, молодая семья, они жили с родителями. Там была тогда, в тот вечер, была вся семья дома. И бабушка, и дедушка, и дети. Ну, полный дом людей. И эта женщина говорит, хорошо, давайте мы пойдем в другую комнату, чтобы нам не мешали. И мы открыли Библию, начали проходить ее, как раз про закон Божий. И вся семья слушала. И потом они пришли, говорят, мы никогда не знали, и это в нашей Библии написано, почему об этом нам не говорят, как бы, священник, почему нам об этом он не говорит. Вот. Но таких людей, таких семей было очень много. Другая женщина говорит, мы проводим урок, и она плачет просто, слезы на глазах. Она расплакалась, мы говорим, все хорошо. Как бы она говорит, да, все хорошо. Просто вы даже не представляете, вот те слова, которые вы сейчас мне говорите, слово в слово, я это слышала в Почаевской лавре от священника. И мы поняли, что Бог, даже в той ситуации, Он использует не только нас, Он использует и те места для того, чтобы людей приводить ближе к себе. И она, вот для нее это было свидетельством о том, что это правда, что нужно идти дальше, изучать Библию. И мы проходили с этими людьми уроки до конца. И к концу же служения у нас была молитвенная группа. В этом здании 7 человек, 8-15 по-разному. Из них было где-то 5-7, которые посещали, православные, которые посещали вот эту лавру. И они начали изучать Библию. Слава Богу. Потом у нас была еще одна группа в аптистской церкви. Мы с ними проводили молодежные служения, просто с молодежью. Потом еще одна группа была у нас, Кременец. Вот это район по чаю, это Кременецкий район, 20 километров. Районный центр. Да, районный центр. И мы там проводили домашнюю группу по вторникам это было. И там проходили люди чисто, которые не знакомы были нам раньше, ни церкви, никому, к которым мы ходили, посещали и приглашали их на эту домашнюю церковь. Изучали Библию. И так Бог проявлял свою руку и в обстоятельствах твоей личной жизни, когда приходилось спасать твою жизнь, как ты говорил в прошлой программе, и очень ярко проявлял себя и в твоем служении. Всегда так было. И в конце даже, когда мы уже разъехались, потому что так случилось, что я приехал в Америку, мой напарник пошел служить пастором, то я уехал раньше на две недели. К чему я раньше говорил, вот эти две комнаты, о чем это? Я ушел раньше, он говорит, в этот вечер мы еще созванивались, общались, про служение, как там происходило. Он говорит, я стою на колене, молюсь, я слышу, что кто-то из твоей комнаты выходит, открывает дверь со скрипом, это старое здание, и стоит надо мной. И мне говорит, страшно так, и я понимаю, что это сатана. Он хочет меня просто, как бы, ну, напугать, что ли, и хочет, чтобы мы сдались. И он говорит, я не вставал с колен, пока это не ушло от меня. И вот этих опытов, ну, это все служение было связано с такими опытами. Очень прекрасное служение, но мы понимаем, что сатана, он есть, это факт, это нельзя отрицать, но он бессилен. Он бессилен, потому что он, это тоже создание, которое подчиняется Богу, которое не может без Бога ничего делать. Он не может без разрешения войти в жизнь человека и, как бы, управлять человеком, потому что, в первую очередь, мы дети Божьи. За нас Бог заплатил, пролил свою кровь, и сейчас только с Божьим, не знаю, Бог не допустит. Важно только, кому мы открываем двери нашего сердца. Открываем Богу или открываем сатане. Большое спасибо, Вася, за эти опыты. На страницах Евангелия мы не раз сталкиваемся с историями, когда сатана и его ангелы открыто проявляют свою силу. История с бесноватым в Годоринской земле, одержимый бесом сын, которого Иисус освободил, опустившись с горы переображения, или же женщина, прорицательница, злому духу которой Павел приказал выйти из нее. Открыто или через кого-то, но дьявол всегда будет вести борьбу против тех, кто выполняет поручения Иисуса Христа, возвещая вести в Англии. Но сколько бы сил не прилагал враг, какие армии людей Он не направлял бы против детей Божьих, мы должны всегда помнить. Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними. В Библии есть история о том, как Иисус послал 70 учеников, чтобы те проповедовали весть о том, что Царствие Божье приблизилось. Результаты этой работы описаны следующим образом. 70 учеников возвратились к Иисусу радостные. «Господи!» говорили они. «Даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им Твоим именем». Иисус ответил. «Я видел, как сатана упал с неба, словно молния. «Вот я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах». А я бы от себя сказал, слава Богу за то, что наши имена записаны в книгу жизни. И Он дает нам силу побеждать в этой борьбе с дьяволом. А вы что думаете? Еще раз хочу поблагодарить тебя, Вася, за эти удивительные опыты и в прошлой программе, и в этой программе. Это дает силы. Дает силы двигаться вперед, дает силы преодолевать какие-то страхи, которые, возможно, могут посещать нас. Я верю, что тот Бог, который делал чудеса 2000 лет тому назад, исходя из твоих историй и опытов многих других людей, Он также готов проявлять эту силу и сегодня. Ты уже знаешь, что по нашей традиции у нас есть молитва, в которой мы просим Бога за те просьбы, с которыми люди обращаются к нам на программу. И я бы хотел, чтобы ты сегодня вновь обратился к Богу с этими просьбами. Дорогой Господь, мы благодарны тебе за то, что ты охраняешь нас, за то, что ты любишь нас. Прошу тебя, Господь, сейчас благослови тех, кто взывает к тебе, тех, кто нуждается в твоей помощи. Прошу тебя, Господь, не оставь никого. И также прошу тебя, чтобы мы были готовы к твоему пришествию. Мы знаем, что времени осталось мало, а сатана, он знает это еще больше, поэтому он ходит еще с большей силой, чтобы погубить как можно больше людей. Но мы знаем, Господь, что он не может ничего сделать. Он бессилен, он настолько бессилен, насколько ты силен. Поэтому дай нам это понять и открой наши глаза, чтобы мы видели то, что не видят люди, которые живут без тебя, то, что мы не можем увидеть без тебя, чтобы мы понимали, что ты нас охраняешь, что ты намного сильнее, что ты, Господь, любишь нас, что ты скоро придешь за нами, что сатана, он не имеет силы. Если он даже пугает нас, хочет нас как бы истребить, хочет нас погубить, погубить, то, чтобы мы понимали, что он не имеет силы, он просто страшит нас. Но на самом деле вся сила у тебя. Поэтому мы просим тебя, будь с нами, даруй нам твою силу, даруй нам твою охрану и самое главное, даруй нам быть готовыми встретить тебя, когда ты придешь за нами. Просим тебя все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще раз благодарен, Вася, за твое участие, но судя по тем опытам, которые у тебя есть, это не последняя программа, на которой мы с тобой встретились. Так что ждем тебя еще и дальше в гостях нашей программы. Божьих тебе благословений. С Богом. Дорогие друзья, я вам тоже хочу сказать до свидания. Желаю тоже Божьих благословений, обильной, Божьей охраны, защиты, водительства Его, чтобы вы видели, как Он проявляет свою силу в вашей жизни в каждых обстоятельствах. Всего наилучшего. Рады, что вы были вместе с нами. Божьих вам благословений. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok